В которых уважительное отношение к сопернику должно обязательно прививаться с самого раннего возраста, потому что ребята горячие, могут воспринять чересчур эмоционально какое-то такое некорректное поведение со стороны соперника. И очень правильно, что Сергей Валерьевич Рымаков на этом акцентировал внимание, но решение, которое он принял, достаточно любопытное, пожалуй, следует сказать. По правилам, нарушение правил, это нарушение правил. Если официально объявляется замечание, то должны быть два очка присуждены сопернику. И неважно, было ли это нарушение техническое действие или некорректное поведение. Так вот, если бы действовать строго в рамках правил, то необходимо было бы Антону Абрамову начислить два балла, и в этом случае он бы стал победителем поединка. Но Сергей Ермаков принял такое решение, что поскольку нарушение правил состоялось по окончании основного времени поединка, как бы за границами соревновательной части, то два балла за такое нарушение правил он не стал начислять сопернику. Тем самым победителем был объявлен Мурат Хасанов. Но, поскольку, если вы помните, как в самом начале я говорил, первенство имеет статус лично командного, то при подчете результата командного с команды Кабардино-Балкарии будет снят один балл. Вот таким образом будет наказан соперник Мурат Хасанов за некорректное поведение. Тем временем следующий поединок до 75 килограммов Магомед Набиев. Вот бой, видите, досрочно закончился. Магомед Набиев из Дагестана одержал победу над Тимуром Баксановым.